всем привет друзья и гости канала вашему вниманию сегодня представлена красавица папоротник варигатный досада смотрите какие листочки ваи извините это конечно ваи потому что вот эта часть растения является одновременно и листом и веткой поэтому это ваи вырастая определенной длины может остановиться в росте но при наступлении например более благоприятных условий подкормили улучшили освещение то длина ваи увеличивается лист у нас с вами растет и определенной длины остается он может подрасти чуть-чуть но равномерно и потом останется такого размера а вот в чем отличие ваи от листа здесь длина продолжается до каких пор до тех пока само растение не решит остановить но я уже замечала что вот эти ваи свой рост продолжают если кончик не поврежден вот например тут он поврежден таким мне досталось это растение вот здесь рост не продолжается а вот здесь он продолжился вот такое интересное растение папоротник немножко непривычное в плане роста для нас я приобрела сентябре это растение и вот до зимы такая у меня красавица было 3 ваечки вот это большая от взрослого папоротника от мамки еще и еще парочка вот это которая сейчас выглядит не очень хорошо но я не удаляю это мне папоротник высказал свою фи на содержание на солнышке дам я расположила под вечерние лучи немножечко папоротник я думала пойдет ему на пользу но нет я смотрю некоторых прекрасно папоротники на солнце живут развиваются но мой высказал свою фи и попортим ваечку и еще какая-то 1 я уже не помню какая но в общем не важно прекрасно он у меня развивался осень зиму и как будто и не заметил что период не подходящий для роста в общем сортом я этим очень довольна да есть мелкие конечно подсушенные такие изъяны на ваях ну вот где-то здесь вот мелочи но это тоже на часть нашего с ним скажем так знакомства сначала располагались у меня папоротники на другом стеллаже которые находятся рядом с пластиковой отопительной трубой несмотря на то что она пластиковая она малюсенькая тоненькая но папоротники отреагировали я сразу переместила в другое место туда где прохладнее туда где выше влажность туда где я опрыскиваю свои телансе кто знает это атмосферные растения которые питаются только водой поступающие из воздуха до растения которые не имеют корни привычные нашему пониманию и не нуждаются в грунте и вот я их там опрыскиваю и эта влажность остается и моим папоротником и вот такая прекрасная отзывчивость прекрасно растут ваечки этот стаканчик пришел ко мне еще от предыдущей хозяйки и я не трогала растение я всегда жду когда адаптируется когда начнет расти когда я точно буду уверена что нам требуется увеличение объема потому что я не знаю какого размера корни но я догадываюсь что при приобретении растения корни маленькие но редко кто-то продает сразу взрослые растения в основном это череночки деточки розеточки которые вот только-только отсажены и пересажены и поэтому то что я сейчас увижу в грунте для меня как и для вас будет полный сюрприз наконец-то я собралась пересаживать все руки не доходили стаканчик этот с дырочками вот то что я не люблю а папоротника знаете очень любит хороший полив не то чтобы обильный а то чтобы грунт не просыхал полностью и вот эти вот дырочки мне мешают в уходе за папоротником плюс отсюда вылез вот такой побег вот такие усы папоротник пускает стороны для дальнейшего развития и размножения если вот этот усик касается грунта то сформируется розеткой новое растение и вот такой вот побег вылез в дырочку и погиб вот за что не люблю дырочки и корни вылезают погибают и детки вылезают недолюбливаю я отверстие в горшочках поэтому я подобрала вот такой новый горшочек соответственно без дырочек уже точно и на дно уже расположила дренаж дренажом у меня будет служить уголь обыкновенный древесный уголь из ближайшего супермаркета цветочные стоят намного дороже а если купить уголь для шашлыка для барбекю то он обходится примерно в 70 рублей за литр а хватает его очень и очень надолго вот так по чуть-чуть добавляем на дно и лишь изредка состав грунта поэтому очень я люблю этот дренаж но и не только за стоимость ведь уголь еще предотвращает развитие патоген микрофлоры в нижних слоях грунта работая как дезинфектор также служит источником минеральных веществ но и создает нам те самые нужные воздушные карманы в нижнем слое это очень важно потому что развиваясь в грунте аэробная микрофлора это то есть те бактерии которые нуждаются в дыхании и воздухе она не стимулирует развитие корневую и благотворно влияет а вот анаэробные микрофлоры те которые не дышат воздухом вот это как раз микрофлора создает различные заболевания и гнили ну опять я вас запутала различными терминами в общем воздух в грунте это очень хорошо и не стоит пренебрегать разрыхлителями полагаясь на составы готовых универсальных грунтов не бывает их универсальных всегда нужно под каждое растение доработать подстроить увеличить уменьшить кислотность с рыхлостью тоже посмотреть что да как в общем по дренажу разобрались с вами воздушные пространства но не воздух который нам дают дырочки нет это слишком слишком много воздуха грунт для папоротника должен быть достаточно кисленьким и поэтому грунту универсальному у меня добавлен торф верховой он достаточно кислый и добавлена кора сосновая кора моей личной заготовки и измельчения и кора тоже имеет высокую кислотность с кислотностью поправили мы с вами теперь грунт для папоротника не должен быть очень питательным папоротник не очень быстро растут и тут тоже важно соответствовать потребностям растений если мы дадим слишком питательный грунт будет засаливаться то есть микрофлора который обитает в грунте будет производить на больше питательных веществ чем растение потребляет и тут тоже чревато заболеваниями но и плохим развитием поэтому вот кора в своем не разложившемся виде она не дает никакого питания но она будет подкислять нам грунт так как нам того и нужно также в качестве разрыхлителя у меня использованы мелкий керамзит это вещество только дает разрыхление совершенно не влияет на уровень кислотности грунта и снижает как раз питательность нам не нужен очень питательный грунт и есть у меня мелкие такие вот вкрапления это солид наполнитель для котиков барсик стандарт который помимо разрыхления влага удержания служит еще источником кремния вот такой состав непростой я бы сказала папоротники вообще непростые растения и и не всем они даются и могут они портить с вами ваечки такие вот они загадочные я не сразу честно говоря подобрала идеальные условия солнышко мне понравилось расположение рядом даже с пластиковой тонкой батареи не понравилось но в другой части комнаты я вам покажу постараюсь в конце видео вот в другой части комнаты растут они у меня с большим удовольствием и я очень рада приятно лицезреть здоровые растения которые развиваются и показывают новые победы так ну что ж насыпем сначала грунт в горшочек на дренаж там буквально немного чтобы растение располагалось у нас сразу на грунте и посмотрим что же прячется у нас тут в этом стаканчике небольшом да еще одна причина пересадки смотрите здесь развивается детка и ей некуда развиваться папоротники это такие растения у которых под землей ведется очень активная жизнедеятельность скажем так есть корневище которая растет в бок и от которого идут молодые побеги поэтому папоротникам очень важно чтобы горшок был не высокий но и достаточно широкий для развития вот этих боковых деточек вот причин у нас с вами пересадить много о корень вижу вот он просвечивается давайте все-таки посмотрим что же тут у нас кроется в грунте не знаю легко ли нам будет вытащить что-то на дне хрустит наверное есть какой-то дренаж вот так вот друзья я не тороплюсь и не спешу пересаживать растение которые ко мне приходят если того не требует ситуация растение хорошо себя чувствует растет ну зачем дополнять стресс пусть сначала привыкнет к моим условиям к моей воде ведь в каждом доме и вода разная и освещение и температура и влажность до столько факторов чтобы еще добавлять стресс и менять грунт ну это уже совсем не нужно попробую папа все легко пошло так что я тут вижу я вижу хорошие корни вот активно вот этим побеги идут которые хотят найти выход так знаете что я сейчас вытащу отсюда лишний дренаж потому что дренаж на дренаж нам не нужно ставить какие интересные корни пушистые коричневые да у папоротников темные корни и часто их и не так просто разглядеть в грунте аккуратно переворачиваю я не буду тормошить земляной ком папоротники не очень любят пересадки и моя задача сделать так чтобы он этого не заметил смотрите вот они побеги которые могли бы стать новым растением но они ушли глубоко возможно побег тянулся к свету и воздуху через стаканчик вот эти растения которые пускают деток из-под земли не должны расти в прозрачных емкостях детки теряют ориентацию и могут пойти вместо верха к низу так все все больше не трогаю не смею беспокоить и опускаю в горшочек аккуратно аккуратно до чего нежные эти ваечки и до чего они прекрасны и вот так вот расположу по центру и можно засыпать грунтом смотрите какая красавица у нас получилось мне кажется что растение после пересадки прям сразу начинают улыбаться и как-то приосаниваются и настраиваются на новый лучший рост но пересадка конечно должна быть правильно правильный составленный грунт правильно подобраны емкость и минимальное вмешательство в корневую систему да друзья я придерживаюсь такого принципа растение растет без нас прекрасно справляется зачем лезть в корневую систему ведь на корнях есть минимальные всасывающие волоски которые при повреждении не восстанавливаются только наращивать новые поэтому если при пересадке сильно вмешиваться в корневую систему то растение будет какое-то время неподвижным не расти а может быть даже и получит стресс поэтому мои пересадки всегда с минимальными потерями и вмешательствами растения за это только благодарят по поливу такую посадку конечно поливать не стоит сразу когда я сажаю вместе с вами черенки которые только из воды то конечно им нужно сразу тоже много воды но в данном случае у нас пересаживается взрослое растение корневая привыкла жить в грунте а при пересадке мы могли с вами какой-то корешок повредить и для того чтобы он лучше зажил а не загнивал то грунт необходимо на какое-то время оставить таким слабо-слабо влажным таким как он у нас продается и хранится то есть дополнительно воду я в грунт не добавляю и этого вполне хватит чтобы прожить два-три дня как раз у нас растение немножечко привыкнет немножечко корни подсохнут под живут а тогда уже и начинать поливать в обычном режиме но аккуратней потому что у нас появился новый объем грунта который еще корнями не освоен поэтому тут обильные поливы пока что не нужны это точно если растение сажается в больше объем и так существенно больше объем для меня это не страшно просто следующие поливы будут чуть более умеренными чем я привыкла поливать это растение пока не освоится земляной фон но если присматриваться растение само все подсказывает грунт просыхает быстро лейте больше грунт просыхает медленно лейте меньше все просто красотуля досада я не нагляжусь на эти яркие варигатные ваи до чего же красивое растение охотилась я за ним около полугода в одном месте присмотрела приобрести и пока я думала она очень быстро из продажи исчезла вот так друзья нечего долго думать если видите что-то очень желанное и привлекательное не только спустя полгода это растение снова появилась у хозяйки в продаже и конечно конечно я сразу связалась и забронировала и очень очень рада что теперь такая красавица мне живет есть у меня еще один варигатный папоротник вот тут они располагаются вот один вот второй прячется и вот он 3 вот именно тут они чувствуют себя прекрасно потому что здесь живут тела и все которые постоянно опрыскиваются жизнь у них такая получать все питание из воздуха и воды здесь высокая влажность здесь более прохладные условия потому что именно вот это окно я чаще всего открываю на проветривание а до этого они у меня жили вот здесь я расположила на стойке стеллажа один и второй такер и досаду и вот тут у меня падают перед закатом небольшие такие солнечные лучи я думала они одобрят нет не одобрили затем осенью включили отопление батарея у меня перекрыта у меня в этой комнате нет отопления только вот эта пластиковая трубочка нагревается но от пластика как знаете отдачи вообще минимальная ну что тут малюсенькая трубочка и все вои наши начали сушиться и поэтому я подобрала другое место в зелени в густоте вот в таких вот зарослях папоротники стали себя чувствовать очень хорошо вот так вот перемещением буквально на полтора метра и совершенно другие условия и совершенно по-другому чувствует себя растение вот так бывает ношусь с ними ношусь потому что в комнатных условиях климат разный в разных углах вот так вот друзья бывает и в этой густоте и зелени они очень хорошо себя чувствуют а на сегодня мы закругляемся благодарю вас за внимание за вашу дружбу и лайки и пока пока до скорых встреч увидимся